И всем привет, друзья! Вы на канале SkyTopGames и мы продолжаем играть в The Isle, а именно мы продолжаем выживать за семью дриозавров. Да, ребятки, всем тем, кто не смотрел первую и вторую серию из жизни дриозавра, ссылочки на эти видео все будут в описании. У кого-то утро начинается с чашечки кофе, у кого-то с кружечки чая, не знаю, а у дриозавра утро начинается именно с водопоя, попить воды, искупаться в каком-нибудь озере, реке и продолжить свой путь. Кстати, мы находимся неподалеку от Птичника и, как многие говорят, что ночью у Птичника можно услышать различные крики каннибалов. Ну, у нас рассвет и, блин, ну на рассвете навряд ли мы что-то с вами услышим, если только я в дальнейшем сделаю для вас гайд. Так что обязательно напиши в комментарии, хочешь ли ты гайд. Ну, не то чтобы гайд, а такой небольшой лорчик по всем тем каннибалам, которые были в игре когда-то давным-давно. Такс, мы начинаем свой путь и, я надеюсь, сегодня у нас пройдет наш день очередной жизни дриозавра более-менее спокойной, чем в прошлый раз, когда мы захватывали ВВ. Вы спросите, а почему вы не начали на ВВ и куда делась ваше стадо? Мы разделились со своим стадом и пошли на новые приключения. Такс, по-моему, вот тот самый купол. Нужно быть аккуратным, подходя к нему. Обычно здесь могут тусоваться какие-нибудь хищники. По типу суратозавров, аллозавров. Да, я частенько их здесь встречал. Даже я здесь встречал гнездующихся спина. Более того скажу, я сам здесь когда-то гнездился за спинку. Да, ну, меня загнездили, а здесь я рос. Почему нет? Здесь, в принципе, хорошее такое расположение в плане того, что здесь есть вода. И боты частенько спавнятся. Ну, если ты играешь за хищника. Так, ну, нужно подойти ближе к куполу. Сейчас, конечно, начнет все моргать и, блин, это будет очень неудобно. Начнет, я имею в виду, моргать ваш экран монитора, экран телефона. Не знаю, через чего ты сейчас смотришь это видео. Да, это данная защита, типа такая эдакая защита от динозавров, людей, которые когда-то прилетели на этот остров. Мне очень даже интересно провести здесь хотя бы одну ночку, это было бы здорово. Такс, ну, ладно. Давайте, давайте, наверное, попробуем... Где мой малый? Малый, иди за мной. Я тебя уже не буду даже называть малышом, ты уже достаточно большой и можешь сам находить себе пропитание. Кусты смородины находить воду. Но давайте, может быть, задержимся здесь на ночь и послушаем, правда ли, что звуки каннибалов звучат на птичнике ночью. Ну что же, давайте ждать ночи. У нас глубочайшая ночь. И давайте попробуем вслушаться в ночные голоса, звуки мира The Isle. Правдоподобно ли то, что здесь, рядом с куполом, что-то можно услышать? Как раз мы сейчас и проявим все эти факты, насколько мне говорили. По-моему, тишина ничего, кроме моих шагов дриозавра. Но, может быть, конечно, если обойти купол... Давайте попробуем обезжать купол вот на ту сторону. Если мы ничего не услышим, то, ребята, я наложу звук крика каннибала в это видео. И вы можете услышать то, что, возможно, звучит глубочайшей ночью возле купола. Давайте настроим полную тишину. Вообще никаких звук. Ну, хоть бы даже хоть один бы бот прокричал. Звуки птиц. Мне говорили, что здесь звучат еще различные звуки. Непонятные звуки каких-то животных или еще чего-то, что не встретишь. The Isle. Да, глубокая ночь. Но, может быть, чуть позже это должно начаться. Ну, смотри. В общем, мы сейчас ничего не слышим. И примерно вот такого плана звук должен здесь звучать. Да, это пугающе и завораживающе, согласись. Кто там бежит? А, это бежит мой сынуля. Отлично. Так. Ну что же, я думаю, что нужно теперь обратно дожидаться утра. И начать наше путешествие. Я думаю, что мы выдвинемся куда-нибудь к Титану. Наверное. Отлично. Дождались практически рассвета. И можно отправляться дальше в путь. Не услышав никаких странных звуков, криков, каннибалов. Я уже даже не уверен в том, что они вообще существуют. Хотя я был на 100% уверен. Ну да ладно. Дождавшись рассвета, ребятки, мы выходим в дальний путь. А куда мы держим путь? Я даже не знаю. Ну, можно, в принципе, сходить к озеру Титан. Хотя, насколько мы знаем, на озере Титан у нас находится много различных хищников. Зухомимы, спинозавры и все прочие опасности. Ну, что делать? Это жизнь сухопутного динозавра, который ходит со стороны в сторону с разных углов карты V3 Mirror the Isle и выживает. Да, посмотри, какой прекрасный рассвет. Все-таки с красками и цветами, я думаю, разработчики постарались на ура. Хотя, поначалу я даже ругался на них. Ну ладно. Солнце показалось над горизонтом. И сынуля, по-моему, встречает такой яркий день своими криками. Сынок, ну, я тебе не советую, как бы, слишком громко кричать и так долго. И вообще лучше не кричать, иначе ты призовешь сюда какого-нибудь хищника. Да, по-моему, ты уже вдоволь накричался. Так, ну что же, давайте пройдем вдоль этого каньона. Так, стоять, стоять. Мне показалось, мне показалось, или как будто вон там за камнем у нас кто-то прошел. Плачь, это тень. Плачь, это тень, сто процентов. Сын, давай быстрей. Быстрей в какие-нибудь кусты. Быстрей в елки и кусты, быстрей. По-моему, у нас опасность. Да, вот так из-за детей бывают иногда проблемы. Ну, что же сделать? Ничего не поделаешь. По-моему, там опасность. Ого, как я и говорил, по-моему, здесь опасность. Это Юта. Это Юта, Юта, Юта. Надеюсь, малыш спрятался. Подожди. В какую сторону он идет? Он идет в сторону малыша. Мне нужно срочно его вызвать на себя. Выходи на меня. Выходи, Юта, на меня. Будем молиться, что малыш вырвал норку и спрятался в нее. Давай, Юта, выходи на меня. Конечно, против Юты у меня никакого, как говорится, оружия нету, и я ничего не смогу сделать. Если будет нападать Юта, то мне смерть. Можно, конечно, попробовать ее обмануть, если она побежит. И резко отбежать. Ну что же. Давай, Юта. Давай, пробуй. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Уходим, уходим, уходим. В лес, в лес, в лес, быстро. Быстрее, под какую-нибудь елку. Быстрее. Быстрее. Все, спокойно. Вот это неприятность. Мне нужно отозвать Юту на себя. Я попробую обманом ее приманить к себе и попробую, чтобы она прыгнула с ущелья. Ой-ой-ой, тихо-тихо. Уходи, уходи, уходи. Уходим. Быстрее, под елку. Она мне не оставит шанса. Она мне не оставит шанса. Все, вот здесь вот прекрасно. Спокойно. Я думаю, она сейчас будет пытаться все-таки найти меня. Я любым способом приманю эту Юту. Надеюсь, что мой ребенок уже в полной безопасности. Давай попробуем приманить его еще раз. Где ты, Юта? Давай, вылезай. Иди на меня, Юта. Я надеюсь, что здесь всего лишь одна Юта. Ага, вот он. Вот он, я вижу, вижу, вижу его. Покончить жизнь самоубийством. Это, конечно, будет безвыходная ситуация. Давай. Давай. Давай, беги на меня. Ну! Ну же! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Уходим. Уходим. Сколько мне придется бегать с тобой? Ты мне уже надоедаешь. Ты мне уже надоедаешь. Ну давай же, выйди сюда. Ну же! Давай, выйди! Ой, нет-нет-нет. Как его приманить на тот край? Куда бежать? Куда бежать? Подскажите мне. Все, по-моему, он отстал. Он отстал. Да-да-да, он отстал. Он потерял нас. Он потерял нас в елках. Он потерял. Так, я думаю, что это будет, наверное, моя последняя попытка его приманить на край. Ну давай же, Юта, я тебя по-любому выманю сюда. Ну? Давай. Ради детей. Ой-ой-ой! Стой! Стой! Куда делась, Юта? Что? Все-таки я это сделал? Юта сорвалась со скалы? О боже! О боже! Наши жизни спасены! Наши жизни спасены! Нет, стой! Он реально сорвался со скалы? Стой, 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 стой! Мне нужно доказательство его трупа. Да, я думаю, что он сорвался со скалы. Фух, давайте поищем нашего малыша. Куда он делся? Где наш малыш? Отзовись! Отзовись, дитё моё! Отзовись! Я надеюсь, это Юта была одна. Есть, конечно, вариант, что он вырвал где-нибудь нору и спрятался там. Где он, может быть? Ох, своими криками мне бы сейчас не призвать ещё каких-нибудь Ют сюда. Где он? Дитя моё! Дай знак! По следам. Вы не хоть по следам, но если только я тут натоптал и Юта, больше никто. Остаётся только искать нору. Дайте мне хоть какую-нибудь зацепку. Куда делось моё дитя? О, подожди, стой, стой. Я нашёл норку. Я нашёл норку. Надеюсь, он там? Куда он делся? Нет, здесь никого нету. Но это сто процентов его норка. Он прятался здесь, пока я отвлекал Юта Раптора. Да, это его нора. Малыш, в какую сторону ты пошёл? Мне интересно знать. Может, всё-таки он выдвинулся на Титан? Ведь мы же планировали в самом начале видео выдвинуться именно туда. Боже, я надеюсь, что я найду своего малыша. Это очень опасное приключение. Да, действительно. Я всё сделаю ради того, чтобы найти своего ребёнка. Какая бы опасность в дальнейшем меня не поджидала, я всё сделаю ради того, чтобы найти малыша в целом и здоровом. Где искать нам малыша? Куда идти? Стой. Подожди. Здесь ещё одна Юта. Ох, 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 подожди. У нас ещё одна Юта. Одна Юта. Быстрее, быстрее, быстрее. Почему я не... Давай быстрее в норку. Всё, всё, тихо, тихо. Да, как я и говорил, всё-таки здесь две Юты. Здесь не одна. Возможно, здесь даже целая пати Ют. Я, конечно, не уверен. Насколько долго ждать, когда эта Юта уйдёт отсюда? Вообще интересно, она заметила норку? Уходи, Юта, отсюда. Уходи, я тебя прошу, уйди. Аккуратно выходим из своего убежища. Мне кажется, Юта ушла. Опасность миновала, и это очень хорошо. Давайте сделаем отвлекающий манёвр для Юты и побежим в сторону Титана. Наш малыш сто процентов там. Всё, уходим. Уходим. Здесь дальше оставаться очень опасно. Ну что же, ребятки. Отправляемся на поиски нашего малыша. Я надеюсь, в скором времени мы его обязательно с вами найдём. Ну а всем, кому понравилось данное видео, пальчик вверх, подписка на канал. Жмём колокольчик, дабы не пропускать наши новые видео и путешествия. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok